всем доброго времени суток с вами евгений радаев в этом видео расскажу про фундамент семыкина в основу которого закладываются покрышки как я его делаю что мне из этого получилось и так купили вот такой недострой стены были сделаны в пол шлакоблока вначале хотели разобрать крышу не строить второй этаж по каркасной технологии но разобрав крышу одна стена вывалилась и мы решили полностью разобрать дом оставить только гараж потом стал вопрос фундаментом одна половина дома и гараж имели общий цокольный этаж сделанные из блока фбс и плит перекрытия вторая половина дома и эркер имели ленточный фундамент перепад по высоте составлял примерно 12-13 сантиметров и качество лента оставляла желать лучшего плюсом нужно было отлить полы по грунту было принято решение усилить ленту заодно выровнять уровень для этого убили куски арматуры и пустили арматуру в три ряда далее было установлено на палубка отбить уровень изолит бетон в качестве плит по грунту был выбран фундамент семыкин ссылка на патент будет в описании был еще вариант с цепкой скальным грунтом выходила дороже нужно было привести несколько машин засыпан несколько слоев трамбой каждый слой а с фундаментом семыкина я затратился на покрышки по 50 рублей за штуку примерно у меня ушло 40 штук брал их на грузовой шиномонтажки это были покрышки от урала сельхозника хозяин шиномонтажки оставлял именно эти покрышки видимого населения не пользуются спросом были у него там и другие покрышки отдавал он их абсолютно бесплатно но они имели разные размеры работать было с ними неудобно и вряд ли там что-то бы получилось покрышки я доставил за три раза один рейс обходился мне в 400 рублей покрышки были на 10 сантиметров выше чем это было нужно поэтому пришлось откопать грунт на 10 сантиметров подкапывая грунт грунт клали в эти же самые покрышки плюсом в них же уложили ненужный остававшийся друг у нас на участке грунт укладывали без трамбовки после этого положили шифер от старой крыши на покрышки затем уложили стальную 12 арматуру через 200 миллиметров с одной стороны перевязав с лентой цоколя после этого все это начали бетонировать эркер примерно забетонировали за один день после этого перешли на большую плиту за один рабочий день отлили половину плиты толщина слоя получилось примерно 13 14 сантиметров на второй день отлили вторую часть плиты после этого перешли к ленте установили опалубку и уложили бетон и по прошествии двух зим вы можете видеть результат дом не отапливался какая температура была за бортом такая внутри это эркер это основная плита с ней все хорошо за одним исключением стык между двумя половинами дал трещин в моем случае это не критично так как я буду еще укладывать экструдированный пенополистирол и финишное покрытие сейчас вы видите стык плиты с лентой который был перевязан арматурой а это тот самый стык который дал трещину если будете делать такой фундамент учтите данный момент и плиту отливайте за один раз есть некоторые мысли по усовершенствованию фундамента семитина послушаем самого автора вопрос такой вы укладывали линолеум какой то сказать это может там толстый полиэтилен правильно чтобы туда не проникал раствор раствор правильно а это опоры вот эта всякая смесь опоры для того чтобы поддерживать это пока не застынет цемент если вы положите хорошим материалом фанерой и покрышки оставите пустыми то это будет вообще идеально так вот в идеальном варианте я предлагаю покрышки не оставлять пустыми а заполнить их крошкой пенопласта в плите сделать теплый пол и получится своего рода утепленная шведская плита которая не требует большого количества земляных работ и дорогого утеплителя крошка пенопласта по сравнению с экструдированным пенополистиролом стоит копейки а выравнивание пятна застройки можно сделать с помощью такого погрузчика за несколько часов у кого какие возникли мысли и вопросы пишите их в комментариях обязательно пообсуждаем подписывайтесь на канал и до новых встреч